здравствуйте друзья у нас письмо меня зовут никита 26 лет живу в краснодарском крае можно сказать на два города белореченск и краснодар холост детей нет пока с минимальным знанием языка но видимо английского есть свой онлайн бизнес владею двумя десятками посещаемых информационных сайтов в полупассивном режиме приносит около трех с половиной тысяч долларов в месяц бизнес довольно просто масштабируется думаю за один-два года смогу увеличить доходы до 10 20 тысяч долларов и больше постоянно обучаюсь доход на доллары перевожу по курсу то есть все идет в рублях в принципе можно развивать такой бизнес и в штатах на англоязычной аудитории нужно только разобраться в специфике время и деньги на это есть никаких географических прививок привязок я извиняюсь онлайн бизнес не создает нужен только интернет подумывая в перспективе через два-три года жениться переехать сша так как хочу чтоб мои дети росли именно в этой стране естественно больше всего хочется переехать в калифорнию в сша у меня нет ни родственников ни знакомых хочу задать вам один вопрос касательно моего положения вопрос заключается в следующем вот внимательно слушаем в последнее время я стал ощущать что мое время уходит ведь мне уже 26 и что чем дольше я остаюсь в россии тем тяжелее будет уехать к тому же остро стоит вопрос с легальным пребыванием штатах и тем как устроить свою жизнь на новом месте ведь меня там никто не ждет интересно узнать как бы вы поступили в моей ситуации очень хочется услышать ваш совет михаил спасибо задач понял прием вы видите друзья у нас дождик снова я так специально не стал со стекла водичку убирать но сейчас уберем конечно значит вопрос какой знаете я когда читал вопрос я думаю есть какая молодежь потрясающий ребят все-таки надо же так вот я думаю многие его слушали и думали а как 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 он это делает пойти потому что эти постоянно слышишь что там страна живет там на несколько сотен баксов там в месяц и туда-сюда а тут три с половиной тысячи так при том что он как бы ленец типа можно было бы и больше ну так пока вот как то так значит молодец что сказать теперь дальше что насчет 26 лет и то что время уходит и так далее мне очень знакомо это чувство причем вот именно с этого возраста первый раз как-то мне не радостно было встречать день рождения как когда исполнилось 25 лет и вроде бы все было хорошо то есть семья там ребенок квартира у меня уже была в москве там хорошем месте кооперативная ну как родители скинулись там с двух сторон там помогли дать первый взнос но я просто к чему рассказываю что вроде бы то все ничего работаем там но вот какое-то было ощущение что время уходит и и вроде тебе уже аж целых двадцать пять и чего ты собственно в этой жизни достиг то чего пойти и вот вот это чувство присутствовало очень тяжелый был момент я помню когда тридцатник и думаешь боже уже 30 лет уже прямо знаете как колотит всего и а вот смотришь вроде перешел через 30 вроде нормально вроде полет пор такой да полет нормальный все нормально так и 40 ну 40 уже меньше там 50 еще меньше 60 я вообще не заметил вот поэтому вот 25 может быть острее ощущается чем когда 60 но действительно то что ты можешь сделать в молодые годы потом сложно нагонять но скажем то что ты можешь сделать между 25 и 26 там за год может быть тебе нужно потом будет там пять лет чтобы сделать то же самое то между 45 и 50 действительно возможности другие физические силы другие почему у парня такое вот ощущение что время уходит я думаю потому что он как бы в одном в одном занятии да то есть вот ну скажем вот я работал в кб и работал к бы опять работал в кб и снова работал в кб и ничего такого не происходило но один проект ну другой проект ну туда в командировку ну сюда в командировку и все время обратно и бы то же самое кб а он такой как бы получается self-employed сидит там дома между одним городом другим городом зачем-то он там путешествует ну видимо родственники не знаю там ему виднее и вот собственно и все и ничего не происходит краснодар белореченск белореченск краснодар и еще и семьи нет еще и деток нет поэтому уже как бы он совсем вот можно сказать в таком узком круге забот и интересов и вот ну что делать нет не так все плохо да в том смысле в каком человек все-таки развивается неплохо дальше что происходит он может увеличить там масштабы своего бизнеса но пусть увеличит потому что одно дело когда мы говорим я думаю что я могу там удвоить или утроить или у десяти лет и другое дело когда начинаешь это делать и может быть ты упрешься во что-то а может быть откроешь для себя что-то новое там и тогда это неплохо вообще много денег лучше чем когда мало вот а можно конечно сказать ну три с половиной же хорошо ночью куда мне больше ну король первое значит если можешь масштабировать масштабируй первое второе значит ему захотелось в сша ну правда не сильно он живет ничего не происходит и он думает как мне вот как вот идти на работу куда-то по найму это смешно он уже в бизнесе он уже сам по себе он достаточно успешен и но куда им действительно вот хочется в америку не в москву не в питеру в америку хочется хотя он мог бы вполне да если бы он хотел он мог бы жить в москве или питере делать то же самое но ему просто приятнее там белореченск поэтому мой такой практический совет то есть вот там говорит вот как бы вы поступили на моем месте значит я явно его месте поехал бы пожил в америке причем пожил бы не только в америке а может быть я поехал бы там полгода пожил бы в америке а еще полгода пожил бы где-нибудь в ганаде а может быть новой зеландии бы пожил там несколько месяцев и может чем где интернет есть там и работа там и бизнес там и все дела заодно бы и английский подтянул правда деньги у него есть налогов платить не надо турист там ну мало ли чем там в интернете делает вот просто пожил бы в стране и мысль о девушке может реализоваться не обязательно там краснодаре или белореченске а может найтись девушка вот прямо тут из того же краснодар и белореченская или может быть там я не знаю из львова или санкт-петербурга дело такое тут девушки есть вот поэтому он говорит у него нет знакомых но так и появится знакомы а чё значит будет ходить на русники всякие появятся знакомые вот пусть сам на канал приходит мы его покажем всему народу вот и тут на местности познакомиться и тогда мы можем его даже в скайпе показать не обязательно даже приходить в наш офис вот так что почему говорю отсутствие знакомых это такой вопрос суеты ничего существенного там нет но нет знакомых будут знакомы а почему не быть то молодой парень раз что-то такое интересное знает два не не считает там каждую копейку там но может быть считает но во всяком случае не то что у него ее нет так далее то есть как бы достаточно легкий я предполагаю вообще не человек до от бизнеса то есть практически практичный человек без забиральных каких-то там идей и так далее с ним должно быть легко поэтому раз уж вы материально ничем не так ну не то что ничем сильно не ограничены но масштабируйте бизнес параллельно значит живите все потихонечку в америке получите турвизу по турвизе вы можете значит там жить полгода потом поедете в канат получать полгода потом снова прийти в америку на пол но посмотрите как захотите возьмите машину в аренду прокатитесь через всю страну поживите недельку тут недельку там чё делов то вот представление составите хорошим теперь что касается легализации я мало вижу людей которые легализуются через бизнес но вот последний раз мы когда разговаривали со светланы как буквально неделю назад прошлый понедельник да сейчас у нас четверг вот 10 дней назад мы снимали интервью со светланы как и когда мы разговаривали и на и во время записи но и но до записи еще вот мы так болтали и светлана говорит что сейчас ты знаешь очень много людей приезжают и говорят я вот думаю о политическом убежище мы смотрим на его ситуацию и я вам послушай так ты же можешь через бизнес где гораздо проще а бывает наоборот бывает выходит через бизнес за уши притягивая вот а у него допустим ездить серьезно это в основании для политического убежища или может еще там да экстраординарные способности вот есть сейчас даже программистам делают за экстраординарные способности казалось бы ну что уж там такого тоже тоже можно это же реально это же но надо там как-то подготовить кейс но тем не менее может поэтому ему не нужно через политику идти наверное я я думаю так вот а может вполне идти по бизнесу например тема а молодой парень холостой может там свои семейные дела решить таким образом я не имею ввиду жениться ради грин карты я имею ввиду действительно вот но если он открыт к созданию семьи его это интересует а чё тогда ну так в общем я думаю что очень существенно переместиться физически это тело переместить из одной страны в другую и а может быть и в третью понимаете это не обязательно должно быть ограничено вот вот только там сша или как каким-то местом сша хочется в калифорнию слушай когда у тебя интернет бизнес так где хочешь можно но где интернет есть удобно живи где хочешь ну где-то подороже где-то подешевле там но посмотрит не то чтобы там скажем сша есть там всего пару приличных мест пополно приличных мест живи где хочешь есть горы есть океан есть горы из океана там с фруктами солнцем круглый год там и так далее полно таких мест живи живи на здоровье в общем я хочу сказать что неправильное слово подбирание я ему не завидую но я как но я рад за него понимаете я я в восторге от того что время сейчас такое время которое позволяет людям вот так жить вот так зарабатывать вот так мечтать понимаете господи я-то помню когда телефона ни у кого не было дома понимаете вот люди жили а телефона нет и поставить нельзя я считал телефон когда просто жить негде когда в коммуналках там и так далее я это тоже отлично помню и вдруг вот так вот раз это совершенно потрясающе я я реально в восторге вот поэтому давайте мы никите пожелаем успехов всяческих то есть он уже молоток но вот чтобы это молотковость у него развивалась и реализовывалась в каких-то хороших делах так чтобы ему удовольствие от жизни получать так что вот хочется пригласить реально к нам на канал показаться так и вот сказать пару слов потому что я понимаю что для многих ребят молодых и не только и не самых молодых это могло бы быть с таким серьезным мотивирующим разговором то есть они посмотрев послушав по ним скажем от честная чего же я-то сижу мать и вот такое у меня заочно ощущение никите привет и всем остальным тоже и нашим слушателям в особенности счастлива